...сидеть вот в центре этого парадокса. И вы будете замечать раз за разом в ходе этого семинара, что вы сами, ваше эго, будет хотеть стремиться к той стороне, если мы здесь, например. Или наоборот, если мы в другой стороне, будет метаться туда или сюда. Это вот такая, как бы, сердцевина той практики, да, сути той практики, которой мы будем заниматься в ходе этого weekend-семинара. Это просто отмечание, да, обнаружение того, какой импульс у нашего явного. И культивация до той степени, до какой вы способны. Баланс в этом диалектическом натяжении таком, да, напряжении туда или сюда. Я могу сказать, что это мой первый раз, но... Как я чувствую, что каждый раз у меня есть какие-то трудности, это называется квадран. Это очевидно для меня, потому что некоторые люди у меня любимые квадраны, как я чувствую, вы знаете. И так, по-опоситу, это трудно. Для меня, как я думаю, что каждый раз это не проблема, это проблема, чтобы испытать... ...это... 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 ... SMS 서로 тебя зар housing~~ ...это ты делал ответы об этом, ...это... ...хköето... ...это ты так долго. сложнее работать, понимать его, как-то связываться с жизнью. И вот для говорившего это был нижнеправый квадрант, и Клинт предложил сейчас на примере как-то это показать нам. Нижнеправый на самом деле и есть такой, в основном, для всех наиболее сложных квадрантов. А с квадрантами вообще можно интересную штуку проделывать. Поскольку они такие, не сводимые к ничему, да? Базовые, фундаментальные составляющие нашего существа. Можем через них смотреть, как через перспективы, как через призму некую. На все, что угодно. Мы можем эту линзу направить на что угодно. И они столь естественны и столь глубоко укоренены, в нашем опыте, да, что язык людей разных совершенно культур, там, лингвистических каких-то традиций, он создал для них как раз местоимения первого, второго, там, множественного и единичного числа. И мы используем эти местоимения «я» для верхнего левого «ай». Ты или мы во множественном мы используем в нижнем левом. И вопрос тогда здесь, к чему «иц», да, или «эти». Ну, как бы, это не одушевленное «это», да, «ит», а оно же во множественном «иц», «эти» или «те». Ну, «они» — это у нас одушевленное, как бы, да? Предметы «они». Или, что указывает, что для нас значит, представляет собой вот этот нижний правый квадрат? Да, множественное число от третьего лица. Давайте не смотреть на это, как на некий такой отчужденный, совершенно абстрактный квадрант, который нам не с чем связать. Давайте все это персонифицируем, как-то сделаем понятным для нас. Посмотрим на какой-то понятный всем объект через, как бы, это стекло этого квадранта. И поскольку уикенд этот будет во многом посвящен как раз духовной работе, духу и духовному росту, развитию, давайте посмотрим на это. Мы оставим его напоследок, да? Давайте пройдемся по остальным, а потом его разберем. Итак, мы смотрим на дух, смотрим из позиции верхнего левого. Например, с опытом состояния мы можем связаться. С широчайшим спектром различных состояний. Например, единство с Богом, переживание единения с Богом. Шаманского путешествия, какого-то трипа, который происходит под воздействием, например, айхуаски. Или просто состояние радости, счастья или, наоборот, тревожности, беспокойства. Итак, все мы вовлечены в поиск, в духовную практику, в развитие. И имеем свои уникальные какие-то опыты на этом пути. Это вот то, что показывает нам, так сказать, взгляд через это окошечко верхнего левого. Затем мы отмечаем, что мы не являемся какими-то одинокими, совершенно духовными практикующими, не связанными ни с кем, но происходит некая общинная работа, есть какие-то комьюнити, да, санкхат. И мы вовлечены в практики каких-то духовных линий, школ, направлений, традиций, которые определяются во многом как раз разделяемыми в них какими-то верованиями, постулатами. Такая линия практик доведет вас, так сказать, приведет вас к Богу, в отличие от вот такой-то линии практик, например. И нирвана есть высшая цель и непревзойденное состояние освобождения, тогда как в других традициях это объявляется состоянием едвойственности. И через нижний левый квадрат мы видим, как традиции, сколько их много, как они о чем об одном и как они о разном говорят, да, мы видим их сходства и различия. Через верхнюю же правую эту линзу мы видим индивидуальное поведение. Какие действия вы предпринимаете, какие шаги делаете в вашем личном движении по духовному пути? Вы медитируете каждое утро по 20 минут. Может быть, у вас по выходным регулярные сессии приема эндогенов. Все эти индивидуальные действия, которые вы предпринимаете, вы видите, глядя через эту верхнюю правую линзу. Это оставляет нам и так нижний правый наш сложный квадрант, да, теперь? Ну, ты мне скажи, что там происходит. Что осталось? Это строительство и все эти... Это строительство и системы, где все эти испытания появляются. Короче, где ты принимаешь эндогенов, да? И там, где за мной приезжают те, кто приезжают за мной. И там, где за мной приезжают те, кто приезжают за мной. И там, где за мной приезжают те, кто приезжают за мной. Exactly, I mean, that is all correct. And it is that simple. When we look through the quadrants and a common object, we just see four perspectives on everything that's arising. эти четыре линзы, наводя, как бы, этот прицел, да, мы видим проявление различных его элементов, составляющих, или как бы. И все, что выпадает нам в этом нижнем правом квадранте, все, что остается, это наше индивидуальное поведение, как они взаимодействуют, как они взаимосвязаны с этим внешним проявленным миром с этой Вселенной. Просто начни с того, что ты никогда бы до начала не выучился медитации. Просто не начал бы никогда это индивидуальное свое медитации, если бы тысячи и тысячи людей, в продолжении тысяч и тысяч лет, например, не выполняли это действие в рамках какой-то традиции. И нижний правый показывает нам, указывает на все вот эти вот взаимосвязи, взаимозависимости, на все эти. И ты понимаешь, что какие-то определенные традиции, например, буддизм, выработали совершенно какие-то уникальные, отличные практики в культурной, политической, там, социальной, исторической традиции, например, там, древней Бунии, нежели эти практики развились в совершенно иных реалиях культуры, социума, права, например, в Тибете. Итак, это нижний правый дает нам понять, выявляет для нас то, как отличаются эти все элементы, как они взаимодействуют. Могу вопрос? Угу. Сложность внешних квадрантов заключается еще, вот конкретно в данном примере, да, мы говорим о том, что у нас есть духовные переживания, в верхнем, в левом. Есть традиции, с помощью которых мы как бы осмысливаем и объясняем себе эти духовные переживания, это приходит нам из традиций, а потом мы говорим про внешние квадранты, и говорим, что верхний правый – это наше поведение. Вот мы пришли, сели на коврик, вот мы там столько-то медитируем, но здесь же, в этом же квадранте у Уилбера указан мозг, телесные, там, то есть химизм мозга, да, то есть волны, которые можно считать. То есть мы видим, что здесь, в верхних квадрантах, в внешних квадрантах мы можем увидеть как бы разные, что, разные внешние параметры, что ли, разные коррелеты, да. И в этом сложность, да, где поведение тела, где поведение личности, где поведение мозга, где поведение химических веществ у нас. Да, это делает их сложными. И признание факта, что все это вот награждение видно через правые две этих линзы, да, это совершенно так, как вы сказали. И мы понимаем тогда, что из этого, из того, что вы видите вот через эти два правые окошка, существует или возникает без коррелатов по левую сторону, по левую руку от них. И вот здесь фокус. С этой картой мы напоминаем, нам напоминаем, что реальность по минимуму, да, как минимум обладает этими четырьмя измерениями, минимум. Но мы можем выбрать все, что захотим, чтобы смотреть просто на один или на два отдельных квадранта. Что нас не призывает делать эта карта, это смотреть на один или два квадранта и говорить, что вот они наиболее реальные, они наиболее истинные или они единственные, которые по-настоящему существуют. Это будет редукционизм, да, сведение к меньшему, полной картины. Это будет подавлять. Это является корнем таких подавляющих традиций, например, как фашизм. Серьезно, да, это именно так происходит. И именно так, эта карта и все вообще, это психоактивно на самом деле. Когда вы загрузили, так сказать, этот софт, эту карту, да, в свою систему, это позволяет вам тотчас выявлять, когда вы начинаете вставать в позицию подавление, когда вы начинаете причинять страдания. Когда вы начинаете отрицать или низводить ценность каких-то позиций, мнений или феноменов. Потому что все четыре перспективы это то, что совершенно жизненно необходимо для того, чтобы Вселенная имела место быть. И они в равной мере фундаментальны, основополагающие, равноважны и несводимы, то есть неуничижимы. То есть их нельзя, никого из них, умолять. И можно усложнить это до той степени, до какой вам понадобится. Или просто свести это до минимума, до вот этого прицела, да, этой сетки из четырех квадрантов, как перед вашим видением, вашим восприятием. 45 минут на четыре элемента у нас осталось. Есть кто-то, кто совершенно в полном смятении и ни слова больше не может выслушать без вопроса жизненно важного? Да, мы будем к этому возвращаться, поэтому давайте мы все-таки пройдем, покроем материал здесь, ладно? Итак, уровни и линии развития, следующие два элемента, уровни и линии. Опять же, все это обнаружимо в опыте. Вот эти шесть таких навыков, ну или шесть способностей. И, конечно, их бесчисленное множество сверх того, но это базовые. Которые доступны вашему бытию, вашему функционированию. У вас есть какой-то когнитив, да, способность к познанию, познавать, знать. И позволяет вам разбираться, как-то работать с наиболее сложными вопросами и задачами в своей жизни. Например, все, что возникает сейчас, как я это осознаю, осознаю ли я это? Ваша когнитивная способность выявляет это, что да, вы познаете мир в данный момент. У вас есть способность самоидентификации или самоотождествления, позволяющая вам дать ответ на этот вопрос и дать ответ в своем уме на него. Кто я? У вас есть такое чувство, да, все же мы имеем такое чувство, вот я, вот кто я? У вас есть способность иметь ценности, веру, духовность. Мораль, нравственность, да, и кинестетические способности, например. И мораль, да, или нравственность. Эти, которые позволяют вам отвечать на такие жизненные вопросы, как Что мне делать? В любом каком-то моменте, в любой ситуации, при любом вызове. Вы призываете, да, эти все способности и еще многие и многие другие, которые у вас имеются. Каждый день, сотни раз, вы с ними работаете, это происходит. И все они являют качество, которое мы называем развитие, они способны развиваться. Что означает попросту, что в более ранней, предшествовавшей этому периоду вашей жизни, например, нравственность ваша, этика была, скажем так, проще, менее развита, нежели сейчас. Ваши когнитивные способности, интеллектуальные способности в 8-летнем возрасте, например, были куда-то более ограниченными, чем они являются сейчас. И все эти линии развития или ваши способности имеют такую способность расти, развиваться. И развиваются они с разным темпом, с разной скоростью. Вот почему у нас такая диаграмма, да, получается, в итоге. То, что именуется интегральной психограммой, да. И вы увидите, что некоторые из них достигают, например, высоты в 9 тысяч футов, в то время как, другие там не более 4-5 тысяч всего лишь развились условно. И вот вся история нашего роста и развития, она вот является набором таких вариаций, вариативности и такого вот разнообразия. Один из инструментов, который выработал Кен, чтобы помочь нам разобраться и вообще начать работать со всей вот этой мешочкой, это высота, то, что называется высота или уровень развития. Представьте, что каждая из этих линий, из этих способностей наших, которыми мы обладаем, была бы неким путем, некой тропой, ведущей на вершину этой горы. И мы могли бы измерить, насколько вы продвинулись по той или иной тропе к ее вершине на каких-то условных там футах, да. И если это там в системе штатов, да, в английской системе, то это будут футы, а у нас метрические метры. Ну, разница здесь не важна, на самом деле. Это не важно, потому что есть просто некая линейка, некая шкала общая, которая прилагается к каждой из этих линий и выявляется какой-то общий результат. Сама по себе она не имеет никакого наполнения, футы или метры. И вы можете использовать эту линейку, это мерило, да, или использовать высоту. Вы можете промерить таким образом любую субстанцию. Вы можете измерить с линейкой, например, металл, древесину, да, полено или там, полиэтилен, какой-то там, поролон, что угодно, да. С одной и той же линейкой, на которой вы подходите и измеряете любую субстанцию, любой объект. Если говорить по аналогии с интеллектом, который более 100 лет изучается и до сих пор существует же фактор, главный, отвечающий за все компоненты общего интеллекта, здесь речь идёт про разность абсолютно категории, да, которые, однако, можно померить по единой линейке. Но в этом случае мы опять-таки имеем какой-то общий фактор, который просто создаёт некоторое многообразие. Это не независимые величины компоненты. У нас есть два общих фактора, общий деноминатор, который позволяет нам использовать одну и ту же линейку, да, одно и то же мерило для разных таких вещей, для всех этих разных развитий наших способностей, да, развивающихся. Первый — это сложность. Первый — он сложный, это называется конструкт. Моя как раз докторская — это определение как раз, что является коренными самыми базовыми конструктами в каждой из этих линий. Иерархическая сложность так технически называется, как иерархическая комплексность, да, сложность так называется техническим языком. Первый. А второй — это логическая структура. И объяснение того, что это, о чём мы здесь говорим, это очень-очень долгое, но мы можем вернуться индивидуально с вами в беседе. Пока же, да, это цель девеломенталистской науки. Науки о развитии о том, как можем мы валидно, да, измерять действительно по какому критерию все эти различные факторы роста и развития. Итак, этот конструкт в уме в точности как мера длины, веса или объёма, например. Объём, вес, мера длины могут меняться. Мы можем измерять их при этом, измерять посредством неких мерил, линейок, термометров, шкал, весов. И этим инструментом всё равно, меряем ли мы что-то в воздухе или в воде, например, температуру. И в метафоре сознание — это воздух, а моральность — это, например, вода. У них есть некое общее качество, которое поддаётся измерению, например, температура. Это сложность или длина волны, например. Итак, если вы смотрите на это через квадранты, о чём мы говорим здесь переносит то, что называется фундаментальными принципами измерения физики. Это у нас праворуки квадранты, да, правой стороны. Мы берём и экстраполируем, переносим эти принципы объективного измерения физики на левые квадранты внутреннего, пытаясь измерить вещи, которые невоспринимаемы нами, которые внутри нас, как развивающихся растущих индивидов. Лучшее, что мы имеем на сегодня — это подобного рода диаграммы. Не обязательно, чтобы вы их все видите в деталях, вот такими таблицами мы наделены. Идея здесь в том, что высота этого развития — левосторонней части. В этой цветовой шкале, да, внизу, от инфракрасного через красный и зелёный вверх к индиго и фигурному. Эти цвета вы будете слышать во всех последних работах Кена. Он использует эту шкалу цветовую. И это он использует как единое мерило, приложив его ко всем тем вещам, которые распространены у нас по правой, расположены по правую руку в нашей таблице. Мы говорим «зелёные ценности», перескакиваем в колонки ценностей, или «зелёная самоидентификация». И мы будем знать при этом, что говорим об индивидуалистическом уровне, например, или релятивистском уровне по той определённой линии. Без необходимости учить все вот эти термины, которые используются авторами тех или иных моделей, занятых отдельными линиями. Просто для того, чтобы вести какой-то осмысленный диалог, разговор о развитии, иначе это будет слишком терминологическая сложность. Но это не значит, что если вы хотите понять нравственность, мораль, что вы не можете постичь её в полной мере, изучая высоту, и вам понадобится просто идти и в полной мере изучать опыт.